Доброе утро, добрый день, у кого-то уже вечер. Меня зовут Ольга Кот, я являюсь руководителем спортивного отдела Организации людей с инвалидностью и перспективой. Будем сегодня помогать вести вебинар. А наш сегодняшний замечательный спикер Анастасия Бородачева, председатель, президент детской слэш-хоккейной лиги. Прошу любить и жаловать. И нам сегодня, ребят, с вами очень повезло, потому что Анастасия только что вернулась в замечательные командировки, и у нее много-много новых идей. А говорить мы будем, конечно же, о хоккее, о разных видах адаптивного хоккея. Конечно же, наш сегодняшний вебинар, в первую очередь, для людей с инвалидностью, которые хотели бы заняться хоккеем профессионально или в качестве любительского какого-то спорта. Это, конечно же, для наших любимых учителей физкультуры, которые думают, как развивать разные виды физической активности для ребят с инвалидностью и вес. Ну и, конечно же, для всех тех специалистов, тренеров, по адаптивной физической культуре, которые готовы развивать новые направления для тренеров, хоккея, которые готовы заниматься адаптивным хоккеем. Вот это сегодня все мы постараемся рассказать, раскрыть. Ну и, конечно же, показать фотографии с недавней поездки. Анастасия, прошу любить и жаловать. Анастасия Бордачевна. Да, добрый день, дорогие друзья. Я очень рада, что, несмотря на то, что сегодня предпраздничный день и уже очень многие кто-то в отпуск на праздники собрался, на дачу, но, тем не менее, у нас есть слушатели. И это здорово, потому что, наверное, вот все-таки действительно эта тема вам интересна. И есть любители и фанаты хоккея самые настоящие. И я думаю, что вебинар, даже те, кто сегодня не сможет к нам присоединиться, обязательно можно будет прослушать уже его записи и почерпнуть какую-то полезную для себя информацию. Поэтому, добрый день. Да, как Ольга уже сказала, я недавно действительно вернулась из поездки. Я была в Соединенных Штатах Америки по программе Американского фонда Евразия, которая называется «Обмен социальным опытом и знаниями». Это такая программа для специалистов из России и Соединенных Штатов Америки, в рамках которой можно действительно пройти какое-то дополнительное обучение, стажировку и получить какие-то новые знания и опыт перенять для того, чтобы потом это применить у себя в стране. Мне в рамках этой поездки удалось посетить, наверное, мероприятие, на которое я хотела попасть на протяжении последних трех лет, с тех пор, как стала заниматься темой адаптивного хоккея. Это мероприятие называется «Designable Hockey Festival». Это, собственно, ежегодное самое крупное мероприятие в Соединенных Штатах Америки в области адаптивного хоккея, куда собираются один раз в год все люди с инвалидностью, которые занимаются тем или иным видом адаптивного хоккея. И, как правило, график проведения этого мероприятия спланирован на несколько лет вперед. И мы уже знаем, что в следующем году какие даты и где это будет проходить. Поэтому, если у кого-то вдруг появятся возможности, тоже захочет посетить, мне кажется, будет очень полезно. Мы также рекомендуем программу фонда «Евроазия». Вы также можете написать свой проект. Наверное, тоже важно об этом сказать, потому что мне тоже... Ольга тоже была участницей этой программы. Я участник программы два года назад. И мне, в свою очередь, тоже удалось посетить замечательные адаптивные спортивные мероприятия. Но в моем случае это были лыжи и горные лыжи, и гладкие лыжи. Поэтому я тоже рекомендую вам, ребят, если кому-то очень интересно. Мы всегда готовы дать информацию об этой программе. И знаем, что огромное количество людей в ней участвуют и путешествуют в США для обмена опытом. Не только, кстати, по спорту, а про различные социальные вопросы. Насколько я знаю, график приема... И буквально, мне кажется, чуть ли не в эти сроки сейчас идут последние дни приема заявок. Поэтому если вы наберете название программы и поищите информацию, то можно попробовать, да, и там же поставить себе где-нибудь закладки и следить за сроком подачи следующих проектов. Давайте перейдем к фестивалю. Сейчас мы переключим слайд. И здесь, собственно, на слайде информация про сам фестиваль. Как я уже сказала, это ежегодное мероприятие для людей с инвалидностью, которые играют в хоккей. На фотографиях вы можете видеть, это как раз медали, которые получали все участники фестиваля в этом году. Он проходил в штате Флорида. Небольшой городок недалеко от Тампы. Там есть социальная ледовая арена, условия которой позволяют проведению такого большого мероприятия. Всего в этом году участвовало порядка 65 команд разных нациях, да, и все это растянулось практически на две недели, потому что часть фестиваля проходит в первый уикенд, а потом несколько дней идет перерыва тренировок, и на следующий уикенд уже это вторая часть фестиваля. Организатором выступает Федерация хоккея США. У них есть специальный, скажем так, отдел, который занимается хоккеем для людей с инвалидностью. И, собственно, вот дизайбл хоккей, он входит в структуру Федерации, а не является каким-то отдельным и самостоятельным. То есть это вот просто часть большого хоккея. Да. Какие дисциплины были представлены на этом фестивале? В первый уикенд были представлены такие виды хоккея, как для незрячих людей, слабовидящий, хоккей для слабослышащих людей, для глухих, а также вертикальный хоккей для людей с аппутацией, хоккей для людей с ментальными особенностями и для ветеранов. И второй уикенд на фестивале, конечно же, самый массовый, наверное, самый такой популярный, развитый вид хоккея, это хоккей на санях, как сейчас говорят, слэдж-хоккей. Слэдж с английского переводится как сани. Поэтому, собственно, самый массовый, это действительно хоккей на санях, тот, который у нас сейчас в России активно развивается. И давайте немножко просто остановимся на каких-то деталях, я поделюсь какими-то особенностями, да, как же действительно люди с такими особенностями, да, с особыми потребностями могут играть в хоккей. Хоккей для незрячих, слабовидящих людей. Насколько мне удалось пообщаться, познакомившись с людьми, которые отвечают за развитие этого направления, то все это зародилось даже не в Соединенных Штатах, а в Канаде, где-то в начале 70-х годов. И после этого уже стало развиваться в Соединенных Штатах Америки. Понятно, что первый вопрос, да, как люди, которые не видят, они могут играть в хоккей, там, тем более шайбы забивают. Скажем так, полностью люди, которые не видят, они стоят на воротах. То есть пока что еще в практике, чтобы полностью незрячий человек играл, прям в нападении где-то, да, такого еще не практикуется. И эти люди стоят на воротах, которые по своим размерам меньше, чем, ну, вот обычные ворота в классическом хоккее. Поэтому есть несколько каких-то вот приспособлений, таких инструментов, которые позволяют такой категории людей играть. В первую очередь это, конечно же, шайба. Шайба очень интересная. И Ольга, наверное, тоже привезла с собой такую из Америки, да, и у нас она теперь тоже есть. У меня была возможность встретиться с руководителем федерации хоккея для незрячих. Если что, вы смотрите вебинар, тебе большой привет. Я тоже в свое время привезла огромные шайбы. Ну, покажите уже, Анастасия. Да, ну, давайте так вот. Это, собственно, та самая шайба, которая играет в хоккей. Люди, которые плохо видят. Если видно это на экране, чем она отличается. Конечно же, в первую очередь она отличается размером. Вот и представьте, насколько она большая. Она очень большая. Более того, она не резиновая, она металлическая. И эта шайба делается вручную из металла. Легкая достаточно. И внутри нее находится 8 металлических шариков, которые при любом движении, конечно, издают очень громкий звук. Да, поэтому даже если шайба на льду и человек плохо видит, да, он ее услышит в любом случае. Такие шайбы делаются вручную. Делается их достаточное количество. Потому что одной такой шайбы хватает всего на две игры, после которого их приходится утилизировать. И я специально взяла после игры с тобой еще одну шайбу. Тоже сейчас поближе ее покажем. Это, собственно, то, как эта шайба выглядит после игры. Поэтому, собственно, две игры она может отслужить. И после этого нужно уже брать новую. Для того, чтобы... Как люди понимают, да, и в том числе вратарь на воротах, что вот к нему, к нему, кроме звука, летит уже шайба, и пришла пора ее отбивать. Для этого есть также специальный свисток. Но, к сожалению, он был всего один. И мне вот как-то не сказали, что пришли потом. Не смогли его отдать с собой в Россию. У этого свистка есть несколько вариантов сигналов, по которым, вот, собственно, ориентируются игроки о том, что уже шайба пролетела в зону защиты. И второй сигнал издает судья, по которому вратарь ориентируется, что все, уже на него атака, да. Тоже есть особенности для этой игры, для болельщиков. Потому что понятно, что хоккей – азартная игра. Все болельщики всегда рьяно и громко болеют за свои команды. Но, опять же, в силу своих особенностей, да, болельщикам на блайнд-хоккей, вот на хоккей для незрячих, рекомендуется болеть тихо и молча, чтобы не мешать игрокам ориентироваться вообще в игре. Потому что это чаще может помешать. Ну, надо сказать, что это часто происходит на многих видах паралимпийского спорта, где участвуют люди незрячие, футбол или футбол для незрячих тоже. Обычно вся аудитория придерживается тихой позиции. Да. Только после святка судьи все могут болеть. Угу. Да, и, ну, что касается амуниции хоккейной, защитной, то здесь, как в любом хоккее, в любом виде, обязательно, конечно, это защита. Должна одеваться и маска. И, несмотря на то, что шайба такая большая, конечно, сильно высоко не летает, но в целях безопасности, сбережения здоровья, конечно, и маска, в том числе, на всех игроках должна присутствовать обязательно. Поэтому это, что касается, такая вот информация интересная в лайн-хоккей. Давайте посмотрим, есть ли какие-то вопросы, да? Если будут вопросы, мы призываем вас писать их в разделе «Вопросы». Это такое облачко справа с вопросиком. Можно их писать уже сейчас, но ответим, скорее всего, на вопросы после теоретической части. И вы смело можете их уже задавать. Просто ответим мы на них чуть выше. Да, следующий вид хоккея, о котором я хотела бы рассказать, это особый хоккей, да? Ну, я его так назвала «особый». Скорее всего, по-русски... А в английской версии? В английской версии это называется «спешл-хоккей». А это хоккей для людей с ментальными особенностями. Скорее всего, здесь имеется в виду, так же, как существуют специальные олимпиады, или с ментальными особенностями, так же есть и «спешл-хоккей». Спешл-хоккей, да, «спешл-хоккей». И было очень удивительно, потому что действительно он очень развивается в Соединенных Штатах. И мне вот лично очень понравился «спешл-хоккей», потому что здесь абсолютно не было никакой агрессии в этой игре. И достаточно, что болельщики, что сами игроки в силу особенностей очень доброжелательны, да. И понятно, что мы общались тоже и с мамой, и с руководителем, которая в Федерации хоккея руководит направлением. Она сама мама такого ребенка с синдромом Дауна, который у нее играет в хоккей. Они живут в Чикаго, и, собственно, в Чикаго больше всего этот вид хоккея развит. Достаточное количество команд. Но вот что интересно, нам рассказали, что как таковых прям команд-команд сформированных, да, их достаточно мало. Чаще всего объявляются какие-то вот такие общие тренировки, мастер-классы в зависимости от того, что где появился лед, когда может тренер. И вот весь круг заинтересованных людей, он оповещается о том, что такая вот интересная активность будет. И те ребята, кто могут прийти в это время на тренировку, они приходят. А сами команды, они формируются непосредственно под какие-то мероприятия и турниры, игры, когда они объявляются. Команды смешанные играют здесь. Действительно нет деления на какие-то взрослые, на детские. И все игроки, формируется команда именно в зависимости от уровня, скажем так, развития, да, и возможности, на каком уровне они могут все вместе играть. Поэтому мальчики и девочки. И я наблюдала, что играли вместе, например, в команде были мужчины, ну, примерно там 30-35 лет, и в том числе там мальчишки 6-10 лет. И они все вместе катались, играли, и действительно такая интересная командная работа была, взаимодействие. А как это выглядит на льду? То есть одновременно участвуют и люди разновозрастные, и люди с инвалидностью, с ментальной, и люди без инвалидности? Ну вот в тех командах, которые были представлены, там не было без инвалидности. Там, скорее всего, были вот действительно в командах, в составе игроков, только люди с особенностями развития, да, с синдромом дауна. Наверное, большая часть все-таки с какими-то формами аутистических расстройств люди тоже играли. А выглядит то же самое. Шайба, плюшка? Да, вот именно здесь, здесь особенно никаких особых приспособлений специальных, свистков, световых сигналов, этого ничего нет. И здесь действительно больше идет упор, наверное, на тренировки, на то, чтобы на тренировках учились взаимодействовать, да, общаться, и вопрос взаимодействия с игроками личного, да, какие-то вот особенности есть. Но приспособлений особых никаких, конечно, нет. Те же коньки. Те же коньки, та же форма обязательно. Игра во всех таких видах хоккея, она идет бесконтактная. Это не говорит о том, что нет каких-то столкновений, да, они это хоккей, в любом случае столкновения есть, но запрещены любые агрессивные действия, запрещена силовая борьба, поэтому вот только тактика, маневренность, да, и... То есть человек, когда получает шайбу, никто его не атакует, кроме как клюшкой выбить шайбу, да, то есть толкать руками, клюшками, как-то вот силу применять, это запрещено и это наказывает. А техника катания? А здесь мы тоже, опять же, спрашивали, как в любом виде, да, что в хоккее для незрячих, что вот Special Hockey, действительно, кто приходит в хоккей, потому что здесь же есть отдельная задача сначала научить людей кататься на коньках, стоять, да, и после этого уже какие-то маневры, игры. Нам сказали, что все происходит по-разному, очень индивидуально, есть как в случае того, что приходят ребята, которые уже умеют стоять на коньках, и для них важно вот именно уже командная игра и взаимодействие, есть действительно случаи, когда приходится сначала научиться стоять на коньках, и это какой-то период занимает, и после этого только уже какие-то игровые моменты изучаются для ребят. Ну, индивидуальный подход, можно сказать, в таких историях. Хоккей для слабослышащих и глухих людей. Здесь, в принципе, из каких-то особенностей, да, это понятно, что экипировка, ой, клюшки, коньки – это все то же самое, и со стороны может даже показаться, что, ну, это просто вот здоровые люди без инвалидности играют в хоккей, потому что, ну, от обычного хоккея ничем и не отличается. Но вот в Америке, я не знаю, как в России, потому что в России представлен такой вид адаптивного хоккея, я ни разу не видела, но вот в Америке есть очень интересная вещь, когда есть дополнительные световые сигналы, и когда, например, люди ориентируются, которые слышат по свистку судьи, да, о каких-то сигналах, то, как правило, вот эти световые, которые по периметру ледовой площадки установлены, они издают дополнительные световые сигналы, по которым игроки понимают, да, что необходимо принять там то или иное действие. Поэтому вот такие лампы – это вот специфика, наверное, хоккея для слабослышащих людей. Конечно же, используется чтение по губам, язык жестов в любом случае. Жестовый язык. Жестовый язык. Не исключено привлечение переводчиков, когда в раздевалке идет общение какое-то. И еще тоже очень интересный такой технический момент, что игроков специально тренируют на то, чтобы они держали всегда голову, смотрели не всегда вниз на шайбу, но и смотрели вокруг, что сосредоточились на самой игре. И, конечно же, вот это стекло, которое поверх бортов на ледовой площадке, очень часто их учат использовать в виде зеркала, да, для того, чтобы они понимали, что происходит вокруг, даже если они не слышат, что там кто-то сзади них едет, но они это могут увидеть в отражении этих стекол. Это вот такие особенности. Также есть вертикальный хоккей для людей с ампутацией. Конечно, мы знаем, что есть уже хоккей на санях, в которые такая категория людей могут играть, но, в принципе, я не могу сказать, что он действительно сильно как-то развит и прям массово люди занимаются, но, тем не менее, такая практика тоже есть. И люди, которые на протезах могут в коньках точно так же играть в хоккей. Но здесь уже отличий, в принципе, в правилах нет, конечно, никаких. И, как правило, клюшка используется уже как такая более устойчивая, не только ударная сила для ведения, но и для устойчивости игрока. Она становится такой опорой. А сколько команд было представлено в вертикальном хоккее? Было четыре команды, не так много, но, в принципе, они играли. А, вы не помните? Я не помню, к сожалению, штаты. Это разные штаты. Да, разные штаты. Это не то, что это сосредоточено. Прямо в одном. И, насколько я поняла, как в спешл-хокке, это тоже люди, которые просто им нравится таким образом играть. Но они именно объединяются в какие-то команды под конкретные турниры и игры. То есть человек одевает протез. Одевает протез. И в протез одевают конек. Да, ну, конечно, там конек каким-то образом модифицируется, да, для того, чтобы его закрепить на протезе. И, ну, да. Ну, мы знаем несколько примеров. Я думаю, что в интернете легко найти. И вот как раз недавно один из самых таких знаменитых игроков НХЛ, который стал использовать протез при передвижении, вот буквально недавно встал на коньи, тоже вот буквально на днях в НХЛ можно посмотреть видео, как он это делает. Ну, и, конечно же, да, то, что второй икент был посвящен полностью хоккей на санях. Мне в последнее время, кстати, все больше нравится говорить хоккей на санях вместо слов слэдж-хоккей, потому что, да, и, в принципе, мне кажется, на русском языке это прекрасно звучит, хоккей на санях. Это самый, наверное, массовый развитый вид адаптивного хоккея, что в Канаде, что в Соединенных Штатах Америки, что у нас, что в России сейчас, да, уже, ну, может быть, потому что он действительно входит в программу зимних паралимпийских игр, и есть в странах система подготовки к паралимпийским играм, начиная с детских команд, взрослых клубов и национальной сборной страны. Для тех, кто не знает про слэдж-хоккей, это специальный вид адаптивного хоккея, когда игроки вместо коньков используют специальные вот сани, как вы видите на слайде, и вместо одной клюшки у них две укороченных клюшки с металлическими зубцами на концах, которыми они отталкиваются от льда и в том числе ведут шайбу для того, чтобы забивать. Чем здесь интересно, может быть, у нас в России это не настолько еще развито в плане оборудования, а вот в Америке удалось посмотреть, что действительно достаточно большой ассортимент каких-то комплектующих к саням, потому что сани универсальные, которые есть несколько размеров сидений, подходящих под размеры игрока, а сани регулируются все по длине, под рост человека, но вот большой плюс, что действительно очень много каких-то мелких, вроде бы незначительных деталей комплектующих, которые позволяют комфортно находиться в санях игрокам с различными формами инвалидностей, с какими-то особенностями, потребностями. Есть, например, для тех игроков, кому достаточно тяжело держать спину, специальные, скажем так, дополнительные спинки в сиденье, которые помогают и оказывают такую поддержку. Вот вы можете увидеть Mobile T-Sport. Мы привезли такую штуку с собой тоже в Россию. И право... ...чем с ней экспериментировать с правой стороны. Правая и нижняя картинка. Это такое приспособление, которое помогает, то есть, например, если достаточно тяжелый игрок и нет искусственного льда, на котором можно спуститься прямо на лед, нести на руках достаточно тяжело, и минимум два человека должны это делать, чтобы перенести на лед игрока. И есть такое приспособление на колесиках, которое просто цепляется за сани сзади стороны. И за носик, за опору для ног человек берет, например, родитель своего ребенка, и он просто его на этих колесиках катит вдоль льда, и непосредственно уже все. Затем, да, и попадают сани на лед. То есть это, конечно, облегчение всем взрослым, которые показывают поддержку игрокам этих вещей. И их таких, в принципе, много интересных комплектующих. Надеюсь, что у нас будет тоже это все развиваться и появляться такие интересные. А где у нас, вот какие у нас регионы для спецхоккея в России наиболее развиты, где можно это попробовать? Да, давайте я попозже об этом расскажу. У нас где-то есть. Я сейчас еще немножко, вот буквально, то, что мне удалось почерпнуть непосредственно на фестивале, каким образом организуются тренировки, потому что это тоже такая специфика интересная, и соревнования. Получается, что вот такие вот общие соревнования на всю страну, они у них проводятся один раз в год, в такой фестивале, куда заявляются все желающие команды. И все остальное время каких-то вот прям таких турниров у них не проводится, потому что это, как правило, локальные какие-то истории, то есть команды между собой договариваются сами, да, и не централизованно, но находят команды примерно своего уровня подготовки, и они организуют какие-то товарищеские матчи, локальные турниры, игры, собираются какие-то совместные лагеря, да, интенсивы такие, потому что актент, конечно, делается в первую очередь на тренировки и на какую-то регулярную деятельность. На фестивале представлены несколько дивизионов. Дивизион для детей до 18 лет и дивизион для взрослых. В детском дивизионе, даже в детском, идет деление на несколько уровней подготовки. Мастерство было, например, на этом фестивале, все детские команды делились на 4 уровня, и в каждом уже определялся свой победитель. То есть по степени подготовки? По степени, да. То есть первые были самые, считали, сильные детские команды, и по не спадающей, так вот, до 4 уровня. Но вот мы для себя посмотрели, что первый и второй уровень, ну, было очень сложно. Это вот где-то вот, наверное, где разграничения, да, и где действительно сильнее, но это определяет уже в какую, понятно, что команда сама может заявиться на какой уровень, но также есть руководители федерации, которые очень плотно общаются со всеми командами, и они говорят, как правило, мы знаем очень хорошо, и мы сами понимаем, в какую группу уже определить ту или иную команду. Взрослые команды точно так же делятся на ABC группы, и есть одна группа общая для всех. Это для тех игроков, которые уже вышли из детского дивизиона, старше 18 лет, но они не входят в состав, скажем так, серьезных клубов КОТО, из которых формируется потом и сборная в том числе, и они, как правило, разновозрастные уже идут, и могут 18, 19-летние, 60-летние игроки, но уровень подготовки у них примерно одинаковый, это, скажем так, общелюбительский уровень идет, поэтому такое тоже имеет место быть. Не все команды, то есть нет какого-то обязательного условия, что все команды обязаны принять участие в этом фестивале. По той или иной причине, да, команды могут не участвовать, но если из этого города, из команды, какой-то игрок все-таки хочет принять участие в фестивале без своей команды, то он имеет право заявиться, и организаторы просто подбирают ему какую-то команду, подходящую ему по уровню техники, за которую он может выступать. Такие прецеденты есть, это практикуется, и мне кажется, что это классно, что действительно команда не может, но игрок может поехать и играть, выступать бы кого-то другого. У нас иногда такое используется в паралимпийских командах, в российских, вот, например, в рэкпины и колясках тоже такое бывает. Да, да. Что касается детских команд, бесконтактная игра для всех уровней, неважно, сильная команда, не сильная, там, слабая, правила бесконтактной игры для всех. Это, ну, я про нее уже рассказывала, да, что это отсутствие силовой борьбы, агрессивных действий, толканий. Понятно, что ребята сталкиваются и стыкуются от борта, но это все от того, что это скорость, движение, и это невольные какие-то столкновения, но вот агрессия, конечно, она наказывается в такой игре. И почему, опять же, говорила, что небольшое количество проведения соревнований, а в том, что главное, вот нам рассказали, поделились организаторы из USA Hockey, о том, что для них приоритетом является сохранение команды. У нас просто недавно стал тоже такой вопрос, что есть такие случаи, когда игроки в команде примерно одного уровня, а выделяется один или два очень сильных, да, которые могут выехать и сделать всю игру. И что же делать? Вроде как, да, выделять ли их в отдельную команду, чтобы они играли, либо какие-то отдельные соревнования для них проводить. Но вот нам сказали, что в Соединенных Штатах тоже такие прецеденты и случаи есть, и в таких ситуациях никто не выделяет этих игроков в отдельную команду, потому что приоритет — это сохранение команды все-таки своей. А такие ребята сильные, они являются главными мотиваторами для всех остальных игроков, каким-то примером, который действительно им помогает. Но тренируются они так или иначе все вместе. И если превалирует в составе команды, ну, вот такое количество там сильных, да, физических игроков, то, как правило, их ставят в более серьезный дивизион. То есть если у них есть потенциал без разговоров победить на своем уровне, то их переводят просто в другой дивизион, и несмотря на то, что большая часть игроков, она более слабого уровня. И, собственно, только с 15-16 лет уже начинается поиск и привлечение вот таких вот ребят, которые могут потенциально составить резерв национальной сборной команды. И для них уже проводят отдельные лагеря для вот одного такого сильного уровня. И, по большому счету, development team — это игроки от 16 до 20 лет, которые являются резервом для национальной сборной. И если по той или иной причине игрок из национальной сборной выбывает соревнований, то, конечно же, из этого молодежного состава уже это вот берут в основной ключевой состав. Тоже у нас стоял вопрос, какое количество тренировок в неделю, потому что ребята играют достаточно хорошо. И сказали, что условия у всех разные. В разных городах тоже есть случаи, когда ребята ездят много километров, достаточно тяжело, лед дорогой, то есть, в принципе, проблемы все те же самые, что и у нас в России. И, как правило, тренировки один раз в неделю на льду — этого вполне достаточно. И все остальное время этот тренер дает задание для подготовки самостоятельной. Когда ребята физику должны... ОФП, да. ОФП, да, но это уже дома, родители, ответственность родителей, мотивация самого ребенка. И они никого не заставляют. То есть, если ты хочешь заниматься, хочешь каких-то результатов, динамики положительной, то ты должен сам принять это решение и самостоятельно заниматься. Да, и интересная тема тоже с пушерами. Это люди, которые вот на фотографии, видно, помогают ребятам на льду. Для них, конечно, тоже есть специальная система обучения онлайн. И их не собирает, но есть разработанные онлайн прям видеоуроки для пушеров с правилами. Как правило, они вместе с судьями... Давайте еще раз объясним. Посмотрите, пожалуйста, на картинке направо внизу. Это человек, который стоит за санями, на коньках стоя в белой джерси. Да. А они стоят на коньках. У пушеров обязательно тоже должен присутствовать шлем для защиты от шайбы. И они помогают тем ребятам, которые не могут набрать, развить достаточную скорость для того, чтобы участвовать в общей игре. Они помогают им быть в команде и в гуще событий, скажем так. И они одновременно находятся на льду? Они находятся одновременно на льду. Не больше двух пушеров разрешено. Да. И они знают все правила. И за поведением пушеров тоже следят судьи. И в случае нарушения каких-то они их наказывают. Все пушеры проходят тестирование специальное, получают докус, да, участие в таких играх. И вот с этого года мы тоже будем такую систему онлайн-обучения попробуем ввести к нашему фестивалю, который будет в декабре. Я тоже походу, скажите. Да. Ну, здесь я просто текстом могу пробежаться. Тоже интересные вещи, да, у некий кодекс поведения. Это что касается детского хоккея адаптивного, любого, будь это хоккей на санях, будь это спешиал хоккей. Есть выработаны у них несколько правил, которые, мне кажется, с точки зрения разумного, скажем так, здравого смысла, не просто придуманы с потолка. И они говорят о том, что детей не нужно заниматься, заставлять заниматься спортом, но нужно поддерживать их желание, потому что все-таки любой командный вид спорта, да, это игра для удовольствия. Если ребенок не получает какого-то удовольствия, а насильно его заставляют, то и польза от этого будет минимальная. Поэтому нужно делать весело. Должны быть веселые тренировки. Это не говорит о том, что там клоуны должны приходить, да, и развлекать. Но это достаточно в интересной форме. Ребятам нужно преподаваться. Опять же, то, что говорит, что это дети не соперники, да, когда они все партнеры на площадке, они друзья, поэтому дети учатся на примере, и для того, чтобы им прививать вот эту культуру общения, да, культуру игры, нужно со стороны взрослых учить их на своем примере, поддерживать друг друга. Поэтому аплодировать нужно не только своей команде, но и команде, с которой играют ваши ребята. В любом случае детей нужно поддерживать, как в победе, так и в поражении, и отмечать все положительные моменты, которые на игре случались, так или иначе. Ни в коем случае нельзя кричать и ругать ребенка. Да, это губительно. Не после тренировки, не после игры. И вот, что интересно, да, опять же, в Соединенных Штатах подчеркнуло, что акцент нужно делать на развитии каких-то навыков, да, индивидуальных, и на индивидуальном развитии каждого ребенка, а не на результатах игр. Да, не о том, что там наша команда должна победить, да, а вот именно какую пользу от этих тренировок, от этих занятий вообще ребята получают. И вот чем младше дети, тем для них это важнее все-таки, да. Это старший, там, взрослый человек может осознать, разобрать какие-то, да, ошибки и там радоваться за медалями. Медали, конечно, важны, но здесь польза все-таки немножко в другом идет. И, конечно же, очень, что важно, это нужно все-таки прививать уважение к людям, которые работают с ребятами. Это и тренер, это и руководители команды, это судьи, и как на игре, так и во время тренировок. Потому что обсуждать и критиковать взрослых при детях, это, конечно, очень неправильно, и никакой пользы от этого ребенку самому на тренировках не будет. Потому что он уже впитывает всю эту информацию и может только вред больше нанести. Интересный кодекс, я думаю, что всегда очень важно, и мне здорово, что вы это проговорили, потому что мы тоже в своей работе очень много используем, мы это называем «фуфан», да, чтобы не было такого соревновательного элемента. Когда говорим про инклюзию, когда говорим про адаптивный спорт, это должно быть еще и интересно, и вот работать на некую такую идею. Да, ну вот тоже из нашей практики в этом году мы стали проводить первые межрегиональные турниры, и с самого первого мы тоже вот поняли, что достаточно сложно, и пока что, наверное, наши вот игроки, ну, по-простому говоря, еще не научились проигрывать. Вот, поэтому у нас было принято решение о том, что мы убираем вот этот соревновательный момент, да, именно с завоеванием какого-то кубка, золотых медалей, расстановки мест, и проводим это в фестивальной форме, поэтому у нас сейчас уже второй такой будет турнир, в котором нет первого, второго, третьего места. Конечно, так или иначе, все считают количество забитых шайб, но, тем не менее, вот даже опыт показал, что это действительно было правильным решением, когда команды болели друг за друга и учились действительно получать удовольствие от самой игры, от самого общения. Поэтому будем этому учиться. Следующий турнир будет проходить в Омске с 14 по 16 июня. Это будет, скажем так, сибирское дерби, когда приедут сибирские команды из Бердска, Новосибирска и Красноярска. И вместе с омским авангардом, который к нам сейчас активно подключается от организации этого мероприятия. Будет интересна и для болельщиков программа, и для жителей города, которые смогут не просто прийти поддержать ребят, но и сами попробовать сесть в сани, покататься, потому что мы оборудование туда привозим, и будут открытые мастер-классы по слоидж-хоккею для всех желающих. Кто будет в Омске или рядом, приезжайте. То есть вход свободный? Вход свободный, да. Пока что билеты еще не продаются на матче по слоидж-хоккею, но поэтому мы рады будем видеть всех. Небольшая информация по тому, где все-таки вот такие виды хоккея у нас в стране представлены. Сразу говорю, что вертикальный хоккей для людей с ампутацией, для людей с вот это special hockey и blind hockey, хоккей для незрячих, слабовидящих людей, у нас пока что на сегодняшний день не представлен нигде, ни в каких регионах. Но зато есть хоккей для слабовидящих и глухих людей. Даже проходит чемпионат России. Его организацией занимается Федерация спорта глухих. И вот перечислены можете увидеть регионы, в которых на сегодняшний день есть команды и которые выступают, вот разыгрывают чемпионство страны. Хоккей на санях в России развивается с 2008 года. Если мне не извиняет память, тоже есть чемпионат России, есть 8 взрослых клубов, и есть национальная сборная России, которой занимается Паралимпийский комитет России, и Федерация людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Сейчас завершился уже чемпионат России его. Победителем стала команда из Ханты-Мансийского автономного округа, команда Югра. И есть детская слэдж-хоккейная лига, в которой на сегодняшний день уже 15 команд. Первый фестиваль состоял... ...на тот момент существовали. И в этом году мы уже вместе, вот в начале, в марте провели конкурс на поддержку новых детских слэдж-хоккейных команд. И в результате сейчас уже начались тренировки еще в пяти регионах России. Поэтому, да, у нас следующий фестиваль планируется проведению в декабре уже в Олимпийском парке Сочи. Он будет точно проходить. И как минимум 15 детских команд мы туда ждем. Что-то мне подсказывает, что их будет больше на фестивале в декабре. И они приедут. Надеюсь очень, что зарубежные команды также к нам подтянутся и будут играть. Поэтому вот таким образом... Можно прийти посмотреть. Можно приехать тоже, поддержать ребят. Будет очень много интересного, надеюсь. Мы уже придумываем какие-то интересные истории для болельщиков, для всех, не только для игроков. Поэтому это все будет. Мы, наверное, готовы ответить на вопросы. Ну, у нас был вопрос изначальный про то, как происходит финансирование команд в США, даже детских команд. Это грантовая основа, это родительство. И то, как это происходит здесь. Да, вы знаете, мне кажется, что это происходит примерно одинаково. Потому что единственное отличие пока в России все занятия для ребят, для детских команд бесплатные. У нас пока что, я не слышала прецедента, чтобы оплата бралась за занятия. В Америке, конечно, большая часть затрат лежит на плечах родителей. Оплачивается и лед, и все выезды, так или иначе. Но, тем не менее, существуют в Федерации Хоккея России грантовые программы, которые оказывают тоже поддержку. Занимаются люди специальным фандрайзингом. И, собственно, сами команды, они тоже организуют различные благотворительные акции. Это у них нормальная практика, когда они какие-то специальные мероприятия делают для партнеров, для жителей своего сообщества. И собирают средства на какие-то командные нужды, на новое оборудование приобретения, на участие в турнирах. Потому что даже поездка на фестиваль для каждой команды это, собственно, средства родителей, когда они оплачивают сами проживание, питание детей, проезд, транспортные расходы. И также от каждой команды есть вступительный регистрационный взнос. В России, что касается наших турниров, то в них участие бесплатное, потому что мы ищем партнеров, которые готовы финансово поддержать организацию и проведение таких мероприятий. Но при этом у нас никогда не покрываются транспортные расходы. И команда, либо родители, либо организации, которые команду направляют, они должны найти возможность для того, чтобы доехать до места проведения и вернуться обратно домой. Давайте начнем с вопросов от наших слушателей. Итак, вопрос от Ксении, Санкт-Петербурга. Если команда большая, уровень детей разный, делят ли на разные уровни одну команду для участия в турнирах? Если у них действительно достаточное количество ребят для того, чтобы поделить их на две разных команды и выступать на соревнованиях, то есть такая практика, что команда может разделиться. и выступать в разных дивизионах. Если недостаточное количество ребят, и есть действительно там два-три ребенка, которые достаточно сильного уровня, соответствуют более высокому уровню техники, но все остальные ребята немножко ниже, играют на своем уровне, то, как правило, команда не делится, а они просто прикрепляются к более сильному дивизиону, в котором они могут играть, в принципе, на равном, благодаря наличию таких сильных игроков. Снова вопрос от Ксении из Санкт-Петербурга. Как реагировать на негативные высказывания взрослых из других команд, в адрес детей? Вопрос про кодекс для взрослых, об уважениях соперника, может быть, у нас стоит такой же разработать? И вот говорят, что сталкиваетесь с этим, к сожалению. Да, я не зря поставила вот этот слайд, может быть, он даже не про адаптивные виды хоккея, но я его целенаправленно, потому что действительно у нас тоже сталкивались с такими случаями, когда негативные высказывания и не только в адрес детей, но и в адрес взрослых, к сожалению, это так, и у нас есть тоже, скажем так, не только мысленно уже ведется работа по поводу того, чтобы такой какой-то кодекс, действительно, подумаем, как его назвать, разработать для того, чтобы пресекать какие-то возможные действия в этом направлении на наших мероприятиях в детской и слайд-шоккейной лиге. Мы считаем, что это неправильно, но вот, может быть, потому что у них этот кодекс введен много-много лет назад, может быть, действительно, какая-то культура другая, но мы постараемся, и у них таких вот, я, по крайней мере, не слышала, все достаточно доброжелательно, что в адрес детей соперников, что взрослых, поэтому давайте все вместе с вами, да, стараться, чтобы все-таки эту культуру взращивать и в нашей стране. Мне кажется, что это не только вопрос к организаторам мероприятий, да, мы, конечно, будем делать все со своей стороны, но без вот этого общего понимания нашего с вами и родителей, и тренеров, как бы не получится просто это насадить сверху, это все-таки должно быть общее какое-то понимание и решение. Мы знаем, что бывает всегда вопрос про оборудование, и где вообще вот, ну, понятное дело, что есть в тех городах, в которых вы сегодня перечислили, есть команды, есть детская слэш-хоккейная лига, наверное, можно прийти записаться, если вы ребенок, а как самому попробовать, я вот не знаю, хочу я заниматься хоккейным, где взять сани, как покататься? Ну, конечно, сейчас проще всего тем городам, где действительно уже есть команды, как взрослые клубы, так и детские команды, в которые можно обратиться и просто действительно попросить попробовать, да, чтобы понять, мое, не мое, хочу, не хочу этим заниматься. А в тех городах, знаете, есть очень интересная программа, опять же, в Федерации хоккея Соединенных Штатов, программа для катков. Эта программа связана с предоставлением оборудования для того, чтобы люди могли попробовать, и каток у себя мог провести вот какое-то мероприятие. Когда на сайте заполняется, любой каток любого города может заполнить анкету определенную и сказать, что, пожалуйста, там нам нужно какое-то количество комплектов оборудования, мы хотим провести у себя такое-то мероприятие, чтобы люди просто попробовали. Вот, и им отправляются вот эти вот санки, клюшки, они проводят, и таким образом вот эти вот комплекты, они по всей стране курсируют, так или иначе, и люди могут прийти и попробовать. Вот, мы хотим тоже этот опыт перенять, не знаю, в этом году, но в следующем точно, надеюсь, у нас это получится, и можно будет следить за новостями на нашем сайте. Когда эта программа откроется, то можно будет смело писать заявку, и мы будем присылать танки, клюшки для того, чтобы и в вашем городе можно было попробовать. Ну, а я могу по опыту рассказать, что есть такая программа у нас в Москве, в парке Сокольники, например, нашим замечательным, тоже бывшим слэш-хоккеистам, нашим ветеранам, которые уже закончили свою карьеру, есть такая возможность в парке Сокольники зимой. Ребята привозят сани на большой каток в Сокольниках. Алексей Солыгов, если будешь смотреть, привет. Вот, и есть возможность покататься на слэш-санях, не только для людей, которые в Сокольниках при привлечении, не только для людей с импутацией, все желающие это могут сделать, даже люди без инвалидности, поэтому на будущий хоккейный сезон, на будущий зимний сезон, подумайте, захотите вы это сделать, это для москвичей в основном. Да, вот нам написали в комментариях сейчас, что, наверное, это на вопрос как раз про... Это от Ксении Санкт-Петербурга. От Ксении Санкт-Петербурга, да, что было бы здорово, что, наверное, проще относятся у нас для многих, главное, это победа. Ну, к сожалению... Воспитание советской системы. Воспитание советской системы, да, вся наша жизнь, борьба и победа, но вот в эту тему я бы очень... Мне очень понравился слоган, который так или иначе сквозит через всю эту деятельность в Соединенных Штатах, и он звучит следующим образом на английском языке. Relax is just a game. Расслабьтесь, это всего лишь игра. Мне кажется, ну, вот, что это очень правильно, а в первую очередь нужно понимать, что это игра. Игра нам дана для удовольствия, да, и поэтому давайте просто играть. Ну, учитывая то, что вопросов, новых у нас не возникает. Я думаю, что на этом мы можем закончить сегодняшнюю встречу. Мы благодарим всех тех, кто смог присоединиться к нам в предпраздничные дни, в предпраздничные дни, и, конечно, мы знаем, что все уходят в пункт отпуска, но я думаю, что много людей, которые потом смогут посмотреть этот вебинар в записи, тоже мы вам говорим спасибо. А мы благодарим также всех тех, кто помогал нам сегодняшний вебинар организовывать, всех наших замечательных IT-специалистов, организаторов сегодняшнего вебинара. Мы благодарим нашего замечательного спикера, который уже не первый раз у нас в гостях. Мы надеемся, вы будете приходить еще и с новыми, с новыми материалами, потому что, конечно, слэш-хоккей и адаптивный хоккей сразу для разноформы инвалидности начал развиваться у нас в стране, и шагает по стране. И мы надеемся, что все больше и больше людей с инвалидностью смогут заниматься различными видами хоккея. Мы тоже на это очень надеемся, и у нас уже есть договоренность о том, что специалисты именно по спешиал-хокке и по блайнд-хокке, они готовы приехать к нам в Россию для проведения какого-то инструктажа, обучения базового для наших тренеров, и поэтому мы сейчас согласовываем какие-то удобные для всех даты, и надеюсь, что в этом году хотя бы еще один вид адаптивного хоккея у нас в стране появится. Следите тогда за новостями, уважаемые участники, если вам интересно, я думаю, что вы можете также напрямую к Анастасии обратиться, вы видите все контактные данные. Мы вас благодарим еще раз, и всего доброго, до свидания. Всего доброго, хороших праздников, всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok